всем тихой ночи и снова этот ролик по теме за которой больше всего голосуют в комментариях а в прошлый раз под видео с ураборусом больше всего людей оставила свое сообщение с голосом за лол фонд файлы лол фонда по большей части являются довольно странной документации которая как говорят должна содержать некую сущность под названием юмор возможно это что-то меметическое ну посмотрим главное что на удивление лол фонд это одно из старейших явлений сайта сепи так что он весьма каноничен хоть и забыт конец света он бывает разным и в разных мирах происходит по-разному где-то большая часть людей становится зомби где-то падают бомбы и война никогда не меняется а бывает и так что реальность просто рассыпается но в мире лол фонда конец света происходит совсем иначе в этом мире стало прикольно началось все с того что фонд поймал некоего человека по имени фриц кто такой фриц не совсем ясно иногда пишет что фриц это изначально администратор фонда которого я себе по какой-то причине решил содержать как объект но в самом лол фонде есть рассказ от лица настоящего его администратора из которого становится понятно что он и фриц это разные люди впрочем сразу спойлер фриц в каком-то смысле был именно администратором сепи да еще и автором истории по сепи то есть тут даже есть некоторые слом четвертой стены но в чем тут хитрый станет понятно позже пока что фриц это просто парень который может менять реальность по желанию своей левой пятки и фонд его поймал так или иначе долго содержать фрица не получилось потому что он оказался могущественным скульптором реальности почти богом а потому легко сбежал при этом просто таки вывернув мир наизнанку скрутив саму ткань реальности последствия побега этой сущности оказываются катастрофическими большая часть персонала зоны 19 где его пытались содержать погибает а те кому удается выжить уже никогда не будут прежними дело в том что все выжившие сами стали полу богами реальность моментально меняется когда они этого хотят но сами они этого не понимают потому что все они оказываются глубоко безумными в своем безумии они трансформируют мир так что он становится похож на сумасшедший сон для обычных людей это все еще пост апокалипсис где они пытаются выжить воскаженным и постоянно меняющимся мире до мрачный гримдарк в общем то на месте выживание в новом мире на руинах цивилизации оказывается непростой вещью но вот для того чем стали сотрудники зоны 19 все совершенно иначе вот в зону 19 превратился в фасад роскошного дворца перед которым людей встречает говорящая собака доктор кроу внутри разумеется все еще веселее жизнь в зоне 19 стала похожа на постоянный праздник где-то сидят охранники зоны которые достают целые ящики пива из карманов как в мультиках где-то происходит постоянный карнавал с гигантскими тартами и танцующими слонами то тут то там путешественнику снова попадается собака ученый в шаровидной летающей машине которая спешит по своим делам работа фонда сильно изменилась в новых условиях например из всех из себе объектов либо являющихся обезьянами либо хотя бы напоминающих обезьян да даже статуи обезьян собрали отдельную мог эксперименты с объектами также стали смелее есть история где двое сотрудников фонда сидели и пили пиво и как-то раз к ним пришла идея что скромник такой злой потому что стесняется прыщей а значит нужно ему дать сепи 035 маску одержимости чтобы он ее надел и успокоился так они и сделали после чего скромник вышел из камеры стал тусоваться с сотрудниками фонда а например на сепи 682 начали устраивать экспериментальные родео которые проходили прямо в крупных городах и уже здесь можно увидеть этот пугающий контраст ведь то что для сотрудников лишь развлечение веселое катание на спине неуязвимого ящера для обычных жителей этого мира оборачивается новой порции разрушения и хаоса и если бы дело было только в этом но ведь некоторые сотрудники фонда считают что спасают людей от нашествия чудовищ которые хотят все уничтожить и только потому что они так считают монстры и появляются появляются исключительно ради того чтобы один из работников зоны 19 пришел в последний момент и героически всех спас и хорошо если всех хотя чаще всех спасти не получается больное воображение сотрудников зоны 19 меняет этот умирающий мир на лету все больше разрушая его и только сепи 349 оказался способен понять это но когда он пытался объяснить это другим его разумеется не слушали мир за пределами зоны 19 далеко не такое веселое место нормальной жизни за обилие пространственных и временных искажений оказалось практически невозможно местами само пространство состоит из разрозненных осколков в которых легко потеряться и в этом разбитом на осколки мире постоянно происходят катастрофы например вот население целого города как-то раз превратилась в желе однако не всем обитателям зоны 19 живется особенно весело из-за постоянной материализации всего что есть у них в голове жизнь некоторых ученых сепи также похожа на кошмар например один из ученых доктор кинг имеет манию на тему яблок и вокруг него постоянно всюду появляются яблочные семечки также не совсем приятная судьба постигла спокойного и уравновешенного доктора гирса в этом мире он просто сидит в пустой комнате в которой никогда ничего не происходит считается что он единственный из персонала заметил тот момент в котором мир изменился некоторые сотрудников фонда и сами стали монстрами например дмитрий стрельников в этом мире превратился в чудовище сидящие на кровавом троне который постоянно устраивает реконструкции битв второй мировой войны с использованием настоящего оружия разумеется и живых людей а вот доктор клев нашел себе массу отличных развлечений в виде подобия сохранения и загрузки в играх только в реальном мире романтических свиданий со сепи 173 скульптурой которая время от времени устраивает кроме того клев постоянно отражает нападение на землю кровожадных огнедышащих моржей и других не менее причудливых чудовищ кстати клев был первым до кого начало что-то доходить ведь это странно что он каждый день спасает мир от самых разных абсолютно безумных угроз ведь это довольно маловероятно чтобы каждый день на мир нападала что-то что может героически побороть только он более того клев понял что окружающие постоянно восторгаются сотрудниками фонда ежедневно спасающими мир только потому что те так влияют на их разум однако когда люди оказываются вне влияния населения зоны 19 они понимают что именно эти люди терзают их умирающий мир некоторые даже пытаются проникнуть в зону 19 уничтожить сотрудников фонда что из-за огромного их влияние на реальность так никому и не удалось все испытавшихся попали под это влияние просто стали декорациями в этом карнавале безумия начав осознавать все это клев даже решил несколько изменить правила и устроил конкурс на тему того кто бы мог стать постоянным и главным противником фонда и на удивление на этот конкурс явился главный саркицист и он и герман фуллер и другие могущественные сущности из мира и сепи кстати в статье про это клев называет свой мир лол фондом что как бы намекает что он в итоге осознал что происходит однако все что ему в итоге удалось осознав истинное положение вещей это лишь немного уменьшить вред причиняемый персоналом зоны 19 миру со временем эффекты прорыва реальности устроенного фринцем начали ослабевать влияние на мир население зоны 19 стала ограничиваться сферами определенного размера вне которых мир становится обратно нормальным зона 19 опустила и превратилась в руины и только когда какой-нибудь брайт проходит по коридору все вокруг ненадолго оживает из воздуха появляются безумные ученые со своими экспериментами на стенах плакат из последнего рода с сепи 682 но когда он уходит достаточно далеко все это рассыпается в пыль в итоге в пыль рассыпается и весь мир лол фонда превратившись безжизненную пустыню вот такая вот и медийная часть фонда сепи а как же насчет шуточных объектов и рассказов ну типа того где сепи 682 напился и разбился насмерть в автомобильной аварии или тот рассказ где сепи 173 сменил свое страшное лицо на кошачью мордочку и стал выделять пудинг ведь они прямо не связаны с лол фондом тут уже пора ломать четвертую стену потому что она мешает дело в том что когда-то истории по сепи на самом сайте я имею ввиду в целом стали больше клониться в стороны юмора и различной иронии уходя от хоррора и серьезности все больше авторов прекращали придерживаться хоть какого-то фондовского стиля и начали писать забавные а иногда и злободневные тексты высмеивая явление популярной культуры сам по себе хоплол фонда подозрительно похож на саму эту ситуацию которая сложилась в те времена когда писатели сепи генерировали тонны шуточных текстов даже эпизод с катастрофическим побегом фрица это прямая отсылка на то что когда-то админом английского сепи был человек с ником fritz while и он ушел с сайта примерно в то время когда решался вопрос быть ли сепи сборником приколов или сайтом со страшными историями вот поэтому фриц лол фонда это администратор а джей объекты хотя не относятся сюжетно к лол фонда напрямую но вполне могут быть проделками сотрудников зоны 19 этого странного мира так или иначе мир лол фонда умер и опустел как сюжетно так и как явление сайта сепи где шуточные всякие ироничные тексты сегодня принимают не очень то и хорошо такие дела как обычно оставляйте комментарии затем и сепи который мы еще не разобрали за что будет написано больше комментариев то и будем разбирать в одном из следующих видео всем пока